Музыка Со времён Древнего Китая до нас дошли уникальные методы сохранения и восстановления здоровья, такие как физические и дыхательные упражнения, массаж, оздоровительные процедуры, иглоукалывание и т.д. На основе самых действенных оздоровительных методик китайской медицины Тзюри Цин Ло, учение об энергетических каналах и меридианах организма и принципов энергетической медицины, Международная корпорация Хуашин создала специальный комплекс оздоровительных упражнений, который позволяет укреплять организм посредством воздействия на меридианы и активные точки. В сочетании с воздействием биоволн, излучаемых биофотонной продукцией Хуашин, выполнение таких оздоровительных упражнений позволит стимулировать активные точки, очищать каналы Цин Ло, улучшать циркуляцию Ци и крови, предупреждать и лечить заболевания, достигая таким образом самоздоровления. Для достижения наилучшего эффекта перед началом упражнений, в зависимости от состояния вашего здоровья и имеющихся заболеваний, рекомендуется надеть соответствующие предметы одежды и повязки из серии защитной продукции Хуашин. Поставьте ноги на ширину плеч, держите голову ровно, смотрите прямо, стойте свободно, без напряжения. Сознание расслаблено и освобождено от всех отвлекающих мыслей. Дышите свободно в течение 1-2 минут. Упражнение 1. Два дракона вьются вокруг колонны. Рекомендуется надеть защитный пояс, напульсники, наколенники с биофотонами. Поставьте ноги на ширину плеч, стойте свободно. Ладонью правой руки с небольшим, но ощутимым усилием ударяйте по месту, где располагаются активные точки Гуань-Юань и Ци-Хай. Одновременно тыльной стороной левой ладони таким же образом слегка ударяйте по месту расположения активных точек Мин-Нэнь и Шэнь-Шу. Меняйте руки после каждого удара. При каждом ударе слегка приседайте, сгибая ноги в коленях. Выполнить 16 ударов. Данное упражнение вызывает вибрацию в области живота и внутренних органов, способствует очищению меридианов Жэнь и Ду, улучшению циркуляции в каналах Цин-Ло. Функции активных точек. Точка Гуань-Юань располагается на три Цуне ниже пупка. Воздействие на эту точку способствует повышению иммунитета, укреплению почек и воспалению энергии Ян, изгнанию жара и излишков влаги. Рекомендуется массажировать при заболеваниях мочеполовой системы, таких как гематурия, учащенное мочеиспускание, воспаление почек, инфекции мочевыводящих путей, дисминарея, аминарея, полюция, непроизвольное мочеиспускание, импотенция, боль в животе, понос, кишечная грыжа, недостаток Ци, селезенки и желудка, боли в области половых органов и т.д. Точка Ци-Хай располагается на 1,5 Цуня ниже пупка. Воздействие на эту точку способствует укреплению Ци и пополнению крови, регулированию кровотока и предотвращению полюции, укреплению почек и организма в целом. Рекомендуется массажировать при неврастении, в сдутии и болях в животе, нарушениях менструального цикла, непроизвольном мочеиспускании, полюции, импотенции, маточных кровотечениях, вагинальных кровянистых выделениях, кишечные грыжи, афазии, вызванной апоплексией, параличия мышц лица, невритий лицевых нервов, болях в области половых органов и т.д. Точка Мин-Мэнь располагается в углублении под остистым отростком второго поясничного позвонка. Массаж активной точки Мин-Мэнь рекомендуется для укрепления организма, улучшения деятельности почек и воспаления энергии Ян, при заболеваниях почек, болях в пояснице, отеках, импотенции, полюции, шуме в ушах, диарея, неврастении и т.д. Точки Шэнь-Шу располагаются справа и слева от остистого отростка второго поясничного позвонка на 1,5 цуня от позвоночника. Воздействие на эти точки способствует укреплению почек и сексуальной функции у мужчин, регуляции деятельности печени, почек, мочевого пузыря, толстого и тонкого кишечника. Рекомендуется массажировать при почечной недостаточности, непроизвольном мочеиспускании, полюции, импотенции, нарушениях менструального цикла, лейкорея, отеках, шуме в ушах, глухоте, болях в спине и пояснице, заболеваниях половых органов. Упражнение 2. Вращение бедрами. Рекомендуется надеть защитный пояс, напульсники, наколенники с биофотонами. Исходное положение. Поместите руки на пояс так, чтобы большие пальцы располагались на спине на точках Шэнь-Шу. Движение. Производите вращение бедрами по часовой стрелке, надавливая большими пальцами рук на точки Шэнь-Шу. При этом должны двигаться бедра и колени, а верхняя часть тела и стопы должны оставаться неподвижными. Ноги слегка согнуты в коленях. 8 вращений. Повторите упражнение, делая вращение против часовой стрелки. Еще 8 раз. Эффект. Улучшение кровообращения и прочищение каналов Цзин-Ло в области поясницы. Предупреждение переутомления поясничных мышц. Растяжение, прострелов, боли, снятие перенапряжения мышц поясницы. Смягчение симптомов спаечной непроходимости кишечника. Предупреждение и лечение хронического запора. Упражнение 3. Взмахи руками. Рекомендуется надеть на локотники, на пульсники и на коленники из серии защитной продукции с биофотонами. Движение. Поднимите руки над головой, ладонями вперед, затем свободно опустите их, одновременно слегка сгибая ноги в коленях. При каждом взмахе двигайтесь свободно, не стесняя бедра и талию. Эффект. Улучшение проходимости каналов Цзин-Ло, проходящих в плечевых и локтевых суставах, укрепление внутренних органов, профилактика плечи лопаточного периартрита и онемения рук, улучшение функционирования системы Цзин-Ло по всему телу. Упражнение 4. Вращение руками. Рекомендуется надеть на локотники, на пульсники и на коленники из серии защитной продукции с биофотонами. Исходное положение. Руки согнуты в локтях, ладони обращены к лицу. Движение. Вращайте руками сначала по направлению вперед, потом назад, по несколько вращений, при этом также слегка сгибая ноги в коленях. Эффект. Улучшение проходимости каналов и меридианов Цзин-Ло, проходящих в плечевых, локтевых суставах и спине. Профилактика заболеваний плечевых, локтевых и запястных суставов. Упражнение 5. Стойка МАБУ с выбрасыванием кулака вперед. Рекомендуется надеть на локотники, на пульсники и на коленники из серии защитной продукции с биофотонами. Исходное положение. Ноги на расстоянии чуть более ширины плеч. Колени чуть согнуты. Пальцы сжаты в кулаки. Ладонями вверх, кулаки на уровне пояса. Движение. Кулак правой руки выбрасывается вперед. При этом, разворачиваясь ладонью вниз, рука выпрямляется. Одновременно кулак левой руки с силой подтягивается к поясу, ладонью вверх. При этом корпус поворачивается влево и вправо, вслед за выбрасываемым кулаком. Повторите упражнение несколько раз. Эффект. Стимулирование системы цзинло в верхних конечностях. Укрепление мышц рук. Улучшение проходимости цзинло в области поясницы и ног. Улучшение кровообращения и обмена веществ. Регуляция функционирования селезенки и желудка. Упражнение 6. Воздействие на активную точку цзяньцин. Рекомендуется надеть одежду с биофотонами, защитный пояс, на пульсники, на локотники, на коленники. Движение. Ладонью правой руки через плечо слегка ударьте по активной точке цзяньцин. Одновременно с этим тыльной стороной левой руки слегка ударьте по точке шейншу. Меняя руки, повторите упражнение несколько раз. Эффект. Профилактика гипертонии. Укрепление почек. Облегчение боли в спине. Функции активных точек. Точки цзяньцин. Располагаются симметрично на плечах посередине линий, соединяющих точку даджуй и вершины акромиальных отростков. Воздействие на эти точки способствует улучшению проходимости меридианов, изгнанию внутреннего патогенного ветра, улучшению циркуляции крови, прочищению молочных протоков, рассасыванию застоев и облегчению боли. Рекомендуется массажировать при апоплексии, излишних скоплениях мокроты в дыхательных путях и горле, болях в шее, спине и плечах, туберкулезе лимфатических узлов, опухолях, остром и хроническом мастите, при отсутствии секреции молока, осложнениях после полиомелита, шуме в ушах, гипертонии, растяжениях и ригидности шейных и затылочных мышц. Упражнение 7. Расправленная грудь. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники с биофотонами. Исходное положение. Пальцы рук сжаты в кулаки, ладони при этом обращены к себе, руки согнуты в локтях. Движение. Руки с силой сходятся одна над другой в области груди, затем с силой расходятся назад, при этом расправляется грудь. Повторите упражнение несколько раз, чередуя положение рук. Эффект. Расправляется грудь. Улучшается осанка. Разрабатываются локтевые и плечевые суставы. Упражнение способствует укреплению сердца и легких. Улучшению циркуляции ци и крови. Укреплению иммунитета и корректировке нарушений, вызванных рахитическими деформациями грудной клетки, оказывается профилактическое действие против периартрита. Упражнение 8. Поочередное вращение руками. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники с биофотонами. Исходное положение. Поместите левую руку на пояс так, чтобы большой палец располагался на спине на точке шэнь-шу. Правую руку поднимите над головой, сжав пальцы в полукулак. Движение. Большим пальцем левой руки надавливайте на активную точку шэнь-шу, а правой рукой производите вращение вперед 4 круга. Затем, не останавливаясь, сделайте 4 вращения в противоположном направлении. На четвертом вращении выбросьте раскрытую ладонь вперед. Повторите упражнение, поменяв руки. Эффект. Улучшение проходимости цзин-ло плечевых и локтевых суставов. Профилактика заболеваний данных суставов. Профилактика теннисного локтя. Упражнение 9. Повороты корпуса с ритмичными движениями пальцев. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники и на локотники с биофотонами. Исходное положение. Корпус развернут вправо. Спина прямая. Кисти рук на уровне пояса. Руки немного согнуты в локтях и тоже обращены направо. Ладони открыты, обращены вниз. Движение. Ведите руками справа налево, ритмично сжимая и разжимая пальцы 4 раза. При этом немного сгибая локти при каждом сжатии и слегка приседая при каждом разжатии пальцев. Во время упражнения сила аккумулируется в предплечьях и кистях. Развернув корпус влево, начинайте поворачиваться в обратном направлении, выполняя аналогичные движения пальцами по 4 на 1 поворот корпуса. Повторите упражнение несколько раз. Эффект. Упражнение укрепляет мышцы рук, помогает избавиться от дрожи в руках, прочищает зынло поясничных и коленных суставов, способствует предотвращению гиперостоза плечевых, локтевых суставов и позвоночника, а также оказывает профилактическое действие против гиперостоза шейного отдела позвоночника. Упражнение 10. Лодка. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Исходное положение. Корпус развернут вправо, правая нога на шаг впереди. Кисти обеих рук образуют полукулаки, ладонью вниз, и располагаются на уровне пояса. Движение. Вытяните руки и, не разжимая ладони, производите вращение сверху вниз, сходное с движениями при гребле, слегка раскачиваясь вперед-назад. Когда вы наклоняетесь вперед, правая нога сгибается, а левая остается прямой. Когда вы откидываете корпус назад, правая нога выпрямляется, а левая сгибается. Сделайте 8 вращений. Затем разверните корпус влево, выставив левую ногу вперед, и повторите еще 8 раз с вращениями руками снизу вверх. Эффект. Стимулирование цзинло-плечевых, локтевых суставов и поясницы. Улучшение перистальтики внутренних органов. Регулирование функционирования селезенки и желудка. Укрепление сердца, легких, почек. Профилактика боли и гиберостоза в поясничном отделе позвоночника. Упражнение 11. Круговые движения руками. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Корпус повернут влево, левая нога на шаг впереди. Поднимите руки на уровень груди, слегка согните их в локтях, ладони обращены вниз. Производите круговые движения руками в горизонтальной плоскости против часовой стрелки. Раскачиваясь вслед за руками вперед-назад, при наклоне вперед левая нога сгибается, а правая остается прямой. Когда вы откидываете корпус назад, правая нога сгибается, а левая выпрямляется. Восемь вращений. Затем разверните корпус вправо, выставив правую ногу вперед, и выполните еще восемь вращений по часовой стрелке. Эффект. Прочищение цзинло, проходящих в плечевых, локтевых, коленных суставах и поясничном отделе. Стимулирование перистальтики желудочно-кишечного тракта. Профилактика запоров. Упражнение 12. Достать луну со дна моря. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Поднимите руки высоко над головой, развернув ладони тыльными сторонами друг к другу. Затем опустите их, разводя в стороны, одновременно приседая. Когда кисти ваших рук окажутся перед стопами, разверните их ладонями вверх, сведите и поднимайте их перед собой, выпрямляя ноги в коленях. Когда руки достигнут уровня груди, снова разверните ладони тыльными сторонами вверх и снова поднимите их высоко над головой. Повторите упражнение несколько раз. Эффект. Разработка поясничных, коленных и тазобедренных суставов. Регулирование функционирования всех внутренних органов. Профилактика ожирения. Упражнение 13. Подпереть небо, придавить землю. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Скрестите пальцы рук в замок и поднимайте руки над головой ладонями вверх. Вытяните руки в таком положении максимально вверх три раза, как будто подпирая небо. Затем нагнитесь вперед, ноги прямые, опустите руки вниз, не расцепляя пальцы, ладони должны быть обращены к земле, к стопам. И снова максимально вытяните руки три раза, но теперь вниз, как будто придавливая землю. После этого снова выпрямитесь, разверните корпус вправо и повторите эти же движения руками три раза вверх, три раза вниз. При наклоне вправо-вниз левая нога сгибается, а правая должна оставаться прямой. Повторите движения, повернув корпус влево. Затем опять повторите упражнение в каждом из трех направлений. Вперед, вправо, влево. Эффект. Профилактика сколиоза, прострелов, растяжений, ломатые в пояснице и спине. Упражнение 14. Приседания. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Встаньте свободно, смотрите прямо перед собой. Поставьте ноги на ширину плеч, вытяните руки ладонями вниз перед собой на уровне плеч. Сделайте несколько приседаний. Эффект. Стимулирование цзинло тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Укрепление мышц ног, профилактика и лечение слабости в ногах. Стимулирование точек Вэйчжун, Цзу Сан Ли, Хэ Ян, Чэн Шань и другие. Оказывает лечебно-профилактическое действие против болей и судорог в ногах и пояснице. Упражнение 15. Вращение коленями. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Поставьте ноги вместе, сведите колени. В полуприседе наклонитесь вперед, положите ладони на колени. Производите вращение коленями по и против часовой стрелки несколько раз. Эффект. Укрепление коленных, тазобедренных суставов и поясницы. Воздействие на активную точку Вэйчжун, замедление процессов старения, профилактика и лечение болей и ломоты в ногах. Функции активных точек. Точка Вэйчжун. Располагается посередине подколенной складки, между двумя сухожилиями. Это одна из важнейших точек, используемых при лечении заболеваний ног и поясницы. При болях в пояснице и спине, а не менее и других заболеваниях нижних конечностей, болях в животе, при остром поносе и рвоте, проблемном мочеиспускании, недержании мочи и т.д. Упражнение 16. Махи ногами. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Поместите руки на пояс так, чтобы большие пальцы располагались на спине на точках Шэньшу. Надавливая на точке Шэньшу, поднимите, согнув колени, правую ногу до уровня бедра и выпрямите ее, делая невысокий мах. Поставьте ее на землю, затем сделайте такой же невысокий мах вправо. Выполните несколько махов, затем повторите упражнение левой ногой. Эффект. Улучшение проходимости цзинло ног, проходящих через поясницу, коленные и тазобедренные суставы, профилактика и лечение ревматизма, бессилие, онемение, ломоты и судорог в ногах и голенях. Упражнение 17. Вибрация. Рекомендуется надеть биоэнергетический берет с биофотонами. Движение. Приложите ладони к ушным раковинам так, чтобы пальцы были обращены к затылку. Прижмите ладони к ушным раковинам, надавливая четырьмя пальцами, всеми кроме большого, на затылочную кость. Затем резко отдерните руки, вы сможете услышать вибрацию барабанной перепонки. Эффект. Воздействие на активные точки Эр-Мэнь, Тин-Гун, И-Фэн, Ся-Гуань. Профилактика и лечение шума в ушах, глухоты, ухудшение слуха, церебрального артеросклероза, улучшение слуха. Упражнение 18. Тряска. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники, на коленники и серии защитной продукции с биофотонами. Движение. Расслабьтесь, стойте свободно, опустите руки, ноги чуть присугнуты в коленях. Не торопливо сгибайте и разгибайте колени, слегка пружиня всем телом. Эффект. Стимулирование перистальтики внутренних органов, улучшение кровообращения, снятие усталости, улучшение сна. Полезная информация и рекомендации. Первое. При выполнении физических упражнений в организме расходуется не только энергия, но и вода. Прием воды из нанометрического стакана после выполнения упражнений не только восполнит затраты воды, но и поможет эффективнее вывести токсины и продукты метаболизма из почек. Однако количество потребляемой воды за один прием не должно превышать 200 мл. А интервал между приемами должен составлять не менее 15 минут. Ни в коем случае не следует пить воду быстро. Второе. При гипертонии, гиперлепидемии или сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется принимать заваренный в нанометрическом стакане чайный напиток циаугулань. Третье. При фарингите, кашле, заболеваниях горла и дыхательных путей рекомендуется принимать заваренный в нанометрическом стакане чайный напиток циньжунь. жунь. Четвертое. При заболеваниях печени рекомендуется принимать заваренный в нанометрическом стакане чайный напиток Шенгань. Пятое. При расстройствах пищеварения, запорах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендуется принимать заваренный в нанометрическом стакане чайный напиток Дахуан. Шестое. При повышенной утомляемости и хронической усталости рекомендуется принимать заваренный в нанометрическом стакане быстрорастворимый напиток из цветной пыльцы, а также напиток из плодов шиповника. Внимание! Первое. Данные упражнения противопоказаны при травмах, ушибах, переломах, высокой температуре, при соблюдении постельного режима после перенесенных операций, при серьезных церебровоскулярных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Второе. Выполняйте упражнения в удобном для вас темпе, не изматывая организм длительными нагрузками. Регулируйте скорость и длительность выполнения упражнений в зависимости от своих ощущений. Третье. Людям преклонного возраста не рекомендуется слишком низко наклоняться, опускать голову и т.д. во избежание обострений церебровоскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний. Четвертое. В случае, если по каким-либо причинам вам не подходит то или иное упражнение, вы можете его не выполнять, это не повлияет на эффект тренировок. Данный комплекс упражнений не имеет возрастных, половых или профессиональных ограничений. Постоянные занятия в сочетании с использованием продукции Хуашен позволят укрепить физическое состояние, окажут лечебный эффект и помогут восстановить здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok